Термиты Термиты – непревзойденные природные строители. Они возводят гигантские замки, используя глину, смешанную со слюной. Внутри этих крепостей термиты воспитывают свой молодняк, а иногда даже выращивают урожай. Эти сооружения не просто земляные холмы. Это в высшей степени сложные здания. Колония термитов потребляет столько же кислорода и выделяет столько же углекислого газа, сколько корова. И они выделяют много тепла. Однако они живут замурованными в своих холмах. Значит, они каким-то образом проветривают свои здания. Инженеры из Университета Лавборо в Великобритании и биологи из Университета в Нью-Йорке решили объединиться и узнать, как именно живут термиты. Многие холмы здесь, в Намибии, были приспособлены учеными для проведения различного рода исследований. Фиксируя температуру внутри термитника, они выяснили, что в течение дня она остается постоянной. Они также узнали, что термиты могут контролировать уровень углекислого газа и влажности так же, как температуру. То есть они живут в доме с идеальным кондиционированием. Чтобы выяснить, как они это делают, ученые проделали в холме окна, чтобы потом длительное время снимать термитов на видео. Они узнали, что если ввести в термитник углекислый газ, термиты начинают менять интерьер, строить внутри другие туннели. Судя по всему, секрет удивительного кондиционирования термитников заключается в деталях их конструкции. Что если попытаться узнать, как выглядит термитник, вплоть до мельчайших туннелей, сделать то, чего никто никогда не делал? С одной стороны, внешние стены термитника прочны, как бетон. Но может ли это остановить инженера? Решено было как можно точнее разрезать термитник пополам, чтобы основательно разглядеть его основную структуру. Это было нелегко. Башня достигала трех метров в высоту, но термитник еще на несколько метров уходит в землю. Именно здесь живет большинство термитов. И здесь они выращивают сады белой плесени, единственного, что они едят. Большая часть верхней половины термитника над подземными жилыми помещениями занимает сеть пустых туннелей. В центре башни находится большая центральная труба. А вокруг сложная сеть туннелей помельче, ведущих к трубе. Но все эти туннели, разветвляясь, изгибаясь, также уходят вниз, под термитник. Но этот способ все же был слишком грубым и не позволял увидеть более мелкие детали сооружения термитов. Инженерам пришла в голову новая идея. Ввести в термитник жидкий гипс, который заполнит все туннели, а потом затвердеет. Гипс должен был иметь нужную консистенцию, чтобы он втекал в туннели и не затвердел, пока не заполнит весь термитник. Неудивительно, что никто не пробовал делать этого раньше. Команда отрыла основание термитника, потом покрыла весь холм защитным слоем гипса. Теперь можно было вливать гипс. Пришлось делать это, пока термитник не заполнился до конца. Потом началось ожидание, гипс должен был затвердеть. Теперь оставалось открыть внутреннюю структуру термитника, смыв глину под высоким давлением. Ученые надеялись, что вся сложная система туннелей, заполненная гипсом, останется нетронутой. Это получилось. Перед учеными предстала прекрасная, невероятная сложность и скульптура термитов, такой, какой еще никто не видел. И все же они не были удовлетворены. То, что они сделали, показало, как соединились большие туннели. Но при этом был уничтожен слой более мелких туннелей, замеченных учеными в самом начале работ. Но они все же придумали, как сделать холм видимым вплоть до мельчайших деталей. Это был весьма необычный способ. Они построили самый большой в мире сканер, поверх холма, в который ранее ввели гипс. Идея состояла в том, чтобы постепенно снимать верх термитника, параллельно делая фотографии. Гипс, заполнивший туннели, будет отчетливо виден. В течение двух недель, днем и ночью, миллиметр за миллиметром, снимался верх холма. Одновременно все это фотографировалось. Потом ученые вложили все эти фотографии в компьютер, и с помощью программы, способной совместить имеющееся изображение, получили составную картину термитника. Наконец, эта модель была вложена в анимационный компьютер, чтобы получить то, чего прежде никто не видел. Точно воспроизведенный термитный холм, сквозь который мы можем пролететь, чтобы увидеть, как именно термиты его сделали. Теперь ученые смогли сделать вывод, что система кондиционирования приводится в действие ветра. Сложная сеть туннелей варьирует скорость и силу ветра, обеспечивая стабильную циркуляцию воздуха в помещениях термитника, вплоть до центральной воронки. Если поток воздуха недостаточно силен, термиты наращивают холм в высоту и делают дополнительные туннели. Тщательный анализ таких компьютерных моделей открывает новые возможности для строительства энергетически целесообразных зданий. Сродни термитному холму с его ветром кондиционером. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...